добрый день с вами андрей шалыгин national explorer и сегодня мы с вами побеседуем о совместном применении и совместном использовании совместно прицельных комплексов для луков и арбалетов системы national explorer ну мы предлагаем модульные системы прежде всего поэтому их можно комбинировать в любом собственно говоря наборе использовать как с луком так и с арбалетом различные детали которые входят в их состав вся разница в общем то заключается в наличии вот этого устройства это регулируемая 3d полка которая имеет некий свободный ход в винтах закрепления подвижных частей соответственно между угольником и рамой сама рама тоже значит имеет определенные зазоры установки и вивер который может закрепляться в три положения по длине ездить еще таким образом вот этот угольник может ездить таким образом и он может закрепляться вот этим углом вниз этим углом вверх этим углом сюда и этим углом сюда то есть он имеет четыре положения соответственно вот эта планка еще может ездить туда обратно вот ну и здесь есть еще дополнительные крепления как вот эти которые позволяют вперед-назад ее двигать, так и вот эти, на которые можно закреплять не только кивер, но и детали этого же комплекса, развернутые вбок. То есть, вот это универсальная достаточно полка, которая позволяет закрепить здесь фактически любые приборы, для того, чтобы использовать их на блочном лунке, как вместо штатного прицела, так и вместе с штатным прицелом. То есть, с помощью вот этого крепежа можно поставить и тот же фонарь, и тот же коллиматор, и тот же лазерный целеуказатель на блочный лук, и даже вашу видеокамеру, и все, что хотите, оставив тот же самый прицел штатный, который у вас есть. Либо с помощью дополнительных креплений, которые идут в составе этого комплекса, закрепить на вашем штатном прицеле какие-то детали из состава этого комплекса. Допустим, поставить на штатный прицел, ну вот как вот здесь, с помощью вот этого элемента, сюда поставить дополнительную планку линер, на которой можно закреплять и фонарь, и лазерный целеуказатель, и коллиматор, в общем, как хотите. То есть, в принципе, если здесь вы поставите коллиматор, то вы можете с другой руки, если вы свободно владеете двумя руками, стрелять без смены прицелов, с одной стороны с коллиматора, с другой стороны с стандартного пинового прицела. В то же самое время, используя в другое время со штатным прицелом, это как крепеж для фонаря, который переходит туда, просто перестыковывается там, да, буквально несколько поворотов, и сюда его прикручиваете. От руки крутится этот винт без всяких приборов, инструментов, там, отверток, ключей, просто вручную перестыковывается фонарь или лазерный целеуказатель, там, вот сюда ставится, и вы используете, в общем-то, с этим... То есть, в составе комплексов идут все детали крепежа, которые позволяют комбинировать все эти детали для того, чтобы установить их на лук, на арбалет, как на штатное место сверху, так и под стволом у арбалета, и как на штатное место, место прицела, так и на существующий стандартный штатный прицел. Значит, дело в том, что мы стараемся унифицировать, в общем-то, все эти детали, и поэтому, ну, используем, в общем-то, достаточно качественное оборудование, ну, вот, допустим, вот эти прицелы там 9х12, 9х16, ну, 9х12 все разобрали до Нового года сразу, и сразу после Нового года, вот, взяли просто на 4 вымели, да, остались системы подороже, но это не обычные, там, без названия прицела, а это, в общем-то, бушнели, там, да, ну, в принципе, если вы там зайдете, там, на какой-нибудь сайт, там, фортуна или еще куда-то, ну, вы увидите, что там они продаются, прицелы бушнель, там, 9-16 на 50, они, там, стоят 58 тысяч, там, да, вот, соответственно, никто не говорит по поводу того, что где там дорого, где там дешево, ну, это называется, почувствуйте разницу, вот, соответственно, конечно, может быть оригинал, может быть реплика, вот, нужно еще 10 раз везде проверить, там, где написано бушнель, реплика это или оригинал, вот, это, да, это совершенно точно, ну, вот, тем не менее. Климаторы, они тоже в достаточно, в общем-то, хорошем исполнении, ну, по крайней мере, собственно говоря, на качество приборов, там, да, в такой упаковке никто не жаловался. Значит, соответственно, все эти приборы имеют свою какую-то комплектацию, и она достаточно разветвлена, как у лазерных целеуказателей, так, собственно говоря, и у фонарей, которые идут в комплекте с этими комплексами. И это позволяет устанавливать не только эти лазерные целеуказатели, и не только эти фонари, вот, на эти комплексы, но и применяется, в общем-то, для установки других приборов в другие, соответственно, места. Ну, вот, допустим, если мы возьмем стандартную комплектацию вот этого фонаря, вот, значит, ну, здесь используются у нас достаточно известные фонари Ультрафая. Вот, это очень качественные приборы, на самом деле, вот, они идут в комплекте со стандартными литиевыми аккумуляторами. Это универсальные аккумуляторы, в общем-то, для питания всех приборов подобного рода. Ну, это вот 18650, 3000 мАч, 3,7 Вольта. Все вообще приборы для прицельных комплексов, они питаются от питания, как правило, 3-3,7 Вольта. И, на самом деле, вот, в зимнее время, да, вот, эти таблеточки и прочие, там, маленькие, там, элементы АГ-13, которые ставятся вот сюда, там, да, допустим, либо таблеточные какие-то источники питания, которые ставятся вот в прицелы для посветки, они в зимнее время при длительном нахождении на больших морозах, ну, могут киснуть, да, да, соответственно, ну, скислить, что делать? Вообще нужны, конечно, элементы питания снимать и хранить их в тепле в кармане, да, перед самым использованием вынули, поставили, проверили, использовали, убрали и все. То есть, вот, у вас, как бы, будете от этих проблем защищены. Ну, многие поступают, делают централизованное питание, допустим, вот, специальная есть такая емкость, коробка на 4 таких аккумулятора, а от нее разветвитель, который ставится на все приборы, и у вас за пазухой этот сектор питания, там, для всего, и это все будет работать на любом морозе, соответственно. Ну, вот, тем не менее, в фонаре идут вот эти вот литиевые аккумуляторы, соответственно, для них идет зарядовое устройство, которое может использоваться для зарядки любых, собственно говоря, источников питания таким номиналом за счет того, что вы сюда вставляете любую батарейку. Хоть это будет CR-123, там, а для дальномера, хоть что хотите, да, вот, все, что сюда влазит до самого большого, оно все будет заряжаться. То есть, это универсальное устройство. Ну, соответственно, здесь ножевой разъем под восточные розетки, там, да, в том числе здесь можно использовать, там, да, и напряжение питания не 220, а гораздо меньше. То есть, это от 100 вольт, там, да, от 43, там, герц. Вот, значит, вы можете использовать это также в нашей стандартной розетке, то есть, она допускает использование не с евро толстым, да, а вот с нашим тоненьким, который вот такусенький, да, поэтому вы и в нашу старую это вставите, там, да, и в европейскую, соответственно, новую. Вот, так что с этим никаких особых проблем нет. Крепится она здесь достаточно жестко, вот, ничего это не выпадает, вот, до щелчка загнали, там, да, и вставляется. Значит, они подпружиненные, и если там что-то с контактами не совпадает, то они вот нормально ходят, у них есть естественная пружина, там, да, которая позволяет им точно касаться стенок, то есть, искрыть это все не будет. Значит, соответственно, складываете, вот, и можно заряжать не только вот эти ваши аккумуляторы, которые в комплекте с фонарем, но и то, что у вас в аккумуляторном виде содержится для фототехники, то это самое, короткие и длинные, там, АА, там, 3А2, вот, короткие и толстые, ну и прочее. Ну, естественно, чтобы вольтаж подходил, соответствующий, да, от 3 до 3,7, ну, можно, конечно, в определенных пределах, сами понимаете, да, то есть, до определенной степени зарядек, вот, даже те, которые предназначены, в общем-то, на большие парады. Соответственно, к фонарю идет местная кнопка многофункциональная, то есть, пятирежимный вариант работы, он именно запускается вот с этой кнопки, да. Темляк для того, чтобы этот фонарь носить на руке, ключи, соответственно, которые подходят ко всем, в общем-то, элементам, не только к фонарю, но и к коллиматору, и к самой 3D-полке, там, да, и к прицелу, они все совершенно одинаковые. Мы закрепляем фонарь здесь, с помощью вот этого вот зажима, с вот этим вот ручным барашком, да, который откручивается и может ставиться вот просто вот на тот вере, который стоит на луке. Соответственно, в это крепление мы можем поставить сразу и лазерный целеуказатель, и они имеют совершенно одинаковый корпус по длине и по диаметру. Это унифицированный прибор. Но в комплекте с фонарем идет еще вот такое устройство, да. Соответственно, вот на этот вивер можно прихватиться и фонарем, и поставить этот фонарь на любое квадратное сечение, да, достаточно больших там каких-то размахах, то есть и в том числе на рейлинги прицелов для луков, на рамы луков, на все, что хотите. То есть вот с помощью вот этой штуки вы можете себе вивер устроить на любой детали лука и арбалета, которая имеет либо четыре там дырочки, которые вы можете сами просверлить, либо даже две дырочки, либо просто зажать можно там какую-то часть, соответственно, рамы этого устройства, вот в качестве приспособы для того, чтобы поставить вивер. В том числе это можно ставить на обычную там рогатку, которая не имеет там вивера там, да, либо с помощью этого закреплять там на какой-то кусок удилища, да, на штатный вивер, который есть. То есть вы, в принципе, можете к рогатке пристегнуть кусок палки или трубки спиннинга, для того, чтобы на нее поставить катушку, для того, чтобы у вас получилась рогатка для бауфишинга. Это все делается при помощи вот этого универсального крепления. Оно идет в составе с набором фонаря, который идет к нашим комплексам, да. Обычно про такие крепления продаются отдельно. Ну, они там иногда у кого-то там 500 рублей стоят, у кого-то 700 рублей стоят, у кого-то 1000, да, но у каждого по-разному продают. Вообще на схеме вот эта штука, она вот изображена вот так. То есть вот эту вот часть вы с зажимом на вивер ставите на фонарь или лазерный целеуказатель, крепите его к прицелу, и у вас остается вот эта вот дополнительная часть, которая позволяет сделать вам этот же самый вивер на стабилизаторе лука, на раме, на огнестреле, да, или еще где-либо. Примерно такая же конструкция идет в комплекте с лазерными целеуказателями, однако там есть большая длинная муфта для ЛЦУ, чтобы он не ходил, потому что, ну, как бы вот это вот захвата для ЛЦУ, чтобы точно там настраиваться там на большие дистанции стрельбы, этого недостаточно, нужно побольше муфты. Поэтому большую муфту вы ставите на ЛЦУ, при помощи ее ставите его в комплекс лазерно-коллиматорный, вот. А остается такой небольшой хомут, на котором с одной стороны три вивера и две дырки. Соответственно, вот тем устройством вы можете закреплять там на вот таких стабилизаторах этот лазерный целеуказатель. Можете ставить вот сверху фонари типа НАП, вот на такие вещи можете ставить. Они ставятся на стволы 12-16 калибра, прям поверху, тем самым создавая на них и три планки вивера, и место для крепления либо этого же фонаря, либо лазерного целеуказателя. То есть в комплекте с фонарями и лазерными целеуказателями идет разветвленный расширенный крепеж, для того, чтобы это можно было переставлять куда-то еще. Значит, соответственно, при помощи вот этой вот полки Боу, да, можно закреплять и коллиматоры, которые имеют встроенные лазерные целеуказатели. Вот, ну, это коллиматор Вальтер, вот, да, либо вот коллиматор закрытого типа, он тоже со встроенным лазерным целеуказателем, но они все имеют пульт дистанционного управления, да, с помощью которого можно это включать, прикрепив это на липучке рядом, собственно говоря, с крючком спусковой скобы, для того, чтобы это все было под рукой и доставалось, собственно говоря, пальцем. Вот, ну, это Бушнель 9х16х50 ЕГЭ, вот, здесь под крышкой обтюратора, соответственно, вот, против явлений засветки краевых, ну, там складывается, да, и, соответственно, в местах максимального пропускания вот эти гребни находятся для того, чтобы при большом развороте не бликовало и в то же самое время меньше закрывало сектор видимости. Здесь, соответственно, с трещотками все вот эти вот установки, ну, соответственно, здесь красная-зеленая сетка, подсветка, она, ну, это красная, да, вот все спрашивают, что за сетка, и начинают называть там какие-то страшные названия. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Это, соответственно, яркость. Вот, ну, это, соответственно, зеленый вариант этой сетки, который вот здесь прекрасно хорошо виден. Ну, на букву переключаете, на любую красное-зеленое выключается, ну, и, соответственно, на цифры это яркость, в зависимости от того, сколько вы поставите с регулировка от одного до пяти. Значит, с точки зрения коллиматора, значит, с точки зрения коллиматора, коллиматоры, коллиматоры, соответственно, вот закрытого типа, они предоставляют вам одну точку, которая может быть... Один вид визира, да, это точка, да, которая может быть красной и зеленой в зависимости от, соответственно, яркости установленной, но не более чем. Однако они в связи с тем, что закрытые, в связи с тем, что других отвлекающих каких-либо маркировок при этом нету, вот, они, значит, соответственно, более удобны для использования в арбалетных системах. Однако, если лук стреляет недалеко, то, в принципе, да, с традиционными луками, там, да, с какими-то начальными блочными луками, луками с регулируемым фунтажом, там, да, можно на стандартную охотничью дистанцию его пристрелять и свободно использовать, аппроксимируя, ну, так как вы это делаете, там, с обычными луками, да, вот. Дело в том, что вот на системах, которые подороже, да, вот такого типа, собственно говоря, видов визиров четыре штуки, да, и вот эти все виды визиров, они вот здесь вот на накатке, на накатке вот этого устройства, они здесь нарисованы, то есть, это крест с точкой, круг с точкой, там, крест с кругом с точкой и точка. В принципе, это устраивает всех, в общем-то, оружейников всего мира, ну, и если это устраивает профессиональных охотников, вот, которые стреляют на большую, там, массу дистанций, да, то, тем более, это должно устроить лучников, которые не могут попасть на 20-30 метров, к сожалению, у нас в России, вот такие вот у нас боухантеры, они могут много болтать, но никто из них на охоту практически с этим не ходит, там, да, если ходят, то покупают фазана ростовского, где-то там, на помойке его в упор фазанку это не в сезон застрелили и сразу Russian Ball Hunter, клуб Пердатор. ну, значит, на этом все заканчивается. Значит, так вот, для того, чтобы все-таки стрелять на большие дистанции, а на большие дистанции, ну, действительно, на большие дистанции, нужен какой-то разброс в прицельных визирах, значит, соответственно, которые отбивали бы нам какие-то репери на определенные дистанции, там, где-то в районе, там, 60-80, там, 100 метров, хотя бы, там, да, хотя бы, в принципе, вот таких коллиматорных систем маловато, ну, можно сказать, что вот эти коллиматоры, они предназначены, там, для стрельбы где-то, ну, на 60-80 метров, там, да, ну, если лазерный целеуказатель, там, ну, до 100 метров, да, скажем так, вот, примерно, то для того, чтобы охватить какой-то серьезный диапазон дистанций и применять лазерно-коллиматорные комплексы и от 20 метров, там, грубо говоря, до 120, вот, то нужно что-то более продвинуто, ну, многие фирмы в мире уже начали подходить к этому варианту, что-то там начало делать Тругло, что-то там начал делать Апекс, у них появились псевдоколлиматорные системы с передним стеклом, не имея заднего, конечно, собственно говоря, центровочного какого-либо прицельного приспособления, чтобы там мушка и планка там, да, соответственно, давали нам какую-то базу прицеливания, коллиматор тоже без этого не может быть, и просто подсвечивать стеклышко, как делает Тругло и Апекс, этого недостаточно, если в таких системах детских маркетинговых, как IQ Retina, там есть такой пластмассовый шпынёк, который предоставляет пользователям этих, в основном, БУТЭХовских систем какую-то прицельную базу, ну, куда уклонилась тень, там, да, вот они меряют вот по длине такого шпынька, там, думая, что это им что-то даёт, но на тех дистанциях, на которые они стреляют, этого будет достаточно, конечно, но нам нужно какое-то достаточно большое расстояние, хотя бы в размере, которое даёт коллиматор, то есть, от задней стенки до передней, чтобы всё это было оцифровано ещё в каких-либо логарифмических желательно полосках, ну, как вот в визире оптического прицела, да, какими-то маркерами или какими-то полосками, которые увеличивались бы в соответствии с дистанцией, вот, но здесь это всё регулируется с помощью варио-шкалы путём движения вот этого вот регулятора, который здесь от 4 до 16, там, да, от 4 до 16 позволяет регулировать вот это по принятому классификатору шкалу зума, то есть, делая его варио-прицелом, но по шкале арбалетов это будет скорость вылетающего боеприпаса, да, соответственно, чем выше скорость, тем больше вы можете как бы приблизить к себе соответственно цель, да, поэтому чем более высокоскоростной арбалет вы применяете, тем больше зум-фактор вы вкручиваете, вот, и тем самым как бы подстраиваете скорость вашего арбалета под, значит, те возможности прицеливания, которые вам позволяет соответственно предоставить этот прицел, либо то же самое на одном и том же арбалете изменением зум-фактора корректируется установка на болт наконечника бродхеда того или иного веса, да, то есть, вот, допустим, вы должны пристреляться и определить, что, допустим, вот, где-то там, да, на кратности там, допустим, 9 я стреляю с наконечниками там, 100 грант, на кратности там, да, допустим, 11, это 125, на кратности 12, там, вернее, все наоборот, да, собственно говоря, да, чем, чем меньше кратность, тем больше вес. вот, ну, не важно, вы когда пристреляетесь, посмотрите, то есть, вы там просто сразу поставите себе маркировку и в весе бродхеда, и в весе стрелы суммарном там, да, вместе с бродхедом, который вы применяете. То есть, на самом деле, это только, не только при перестановке с арбалета на арбалет по скорости, но и при перестановке на одном и том же арбалете будет припаса на разный вес и разный бродхед, потому что, в принципе, это можно использовать, и стрелы-то разной длины, то есть, те же самые тактики, можно стрелять там, да, и болтами 22, это МИ-24, да, в том числе, если вы хотите стрелять с планированием, там, да, и у вас усиленные плечи. Вполне возможно, почему нет? И даже Архонт, имея стандартные плечи, исходные на 200 фунтов, вот, он позволяет там, стрелять там болтами на 24, причем, там, на 80 метров запросто. Вот, поэтому, тоже все зависит от того, как вы пристреляетесь, там, да, и от практических, соответственно, показателей конкретно вашего приспособления, ну, потому что со временем, на любых метательных системах, тетива растягивается примерно в районе 20% от исходного заводского, там, да, после года хранения. Ну, примерно так. Дальше этот процесс, в общем-то, удлиняется, замедляется, но, тем не менее, его надо учитывать, там, тетиву троса периодически подкручивать, там, да, смотреть по фунтометру, оставшийся фунтаж, или, если есть такая возможность, по велосиметру сверять скорость. Ну, и тогда пристреливать, соответственно, вот эти вот системы более точно, и, там, на кратности, просто вы поставите себе, там, болт 22, болт 24, или наконечник, там, на болту 22, там, в 150 грамм, там, да, или на болту 24, в 100 грамм, да, то есть, можно, конечно, по весу того и сего, это, как вы уже сами себе решите, но, главное, что логику понять, и, вот, для чего это все нужно. Соответственно, покупая, для лука и арбалета, если вы владелец и ту, и ту имитательной системы, то, соответственно, вы покупаете просто, вот, как бы комплекс, ну, допустим, с этим коллиматором, да, или вот с этим коллиматором, и покупаете полочку, либо, соответственно, лучный комплекс на полке, и, соответственно, прицел с фонарем, там, и с внешним владельцем, целеуказателем, там, большой мощности, ну, допустим, 500 милеватт зеленый, для того, чтобы, снимая отсюда коллиматор, ставя на эту прицельную часть, у вас остается одна полочка, вы используете на арбалете, ставите на эту полку коллиматор, снимаете, и ставите это на лук, используете эти налоги, соответственно, фонарь у вас переезжает на лук, лазерный целеуказатель большой мощности, если, кроме этого, он вам еще нужен для чего-то, ну, а, например, для боуфишинга, или стрельбы в яркий солнечный день, по данным лазерного целеуказателя, этого будет в яркий солнечный день недостаточно, тем более на черных поверхностях, вот, а повышенной мощности лазерные целеуказатели, они, вот, правда, в формате вот этого фонаря, поэтому, ну, их применение ограничено, они достаточно большие по размеру, вот, вы это можете использовать на стабилизаторе лука, и у вас остается тогда неиспользуемым только один арбалетный прицел, который, собственно говоря, на арбалете, это вы и оставляете, а все остальное переставляете на лук, когда, идете охотиться с луком, вот, поэтому, мы, в принципе, используя эту модульность, пришли уже к такому, выводу, что, в принципе, ну, народ любит систему 9х12 за ее дешевизу, но в связи с изменением курса доллара, сейчас нет смысла особо, в общем, покупать систему 9х12, потому что система там 9х16, они предоставляют больше возможностей, в том числе, для последних арбалетов, там, со скоростями по 400 фпс, вот, ну, и народ любит системы, которые все-таки побольше, арбалет не очень предназначен для мобильной охоты, но если уж вы берете не мобильную систему, и сидите с ней на засидке, то почему бы вам не взять там не особо мобильный, но достаточно большой, и хорошо увеличивающий, соответственно, прицел, поэтому, в общем-то, народ чисто практически берет системы 4х16, больше, да, и, соответственно, с линзой 50, которая предоставляет больший обзор, но это удобнее, чем линза на 40, соответственно, вот, ну, и сейчас, вот, в связи с тем, что на большие дистанции необходимо большое число визиров, да, коллиматоры, ну, вот, закрытые не предоставляют вообще никаких, кроме одной точки, а полуоткрытые дают 4 вида, которые по высоте, в общем-то, не являются логарифмоиды, сейчас мы уже в 2006, в 2016 году перейдем на специальные коллиматоры для метательного оружия, вот, под маркировкой систем Леопольд мы, в общем-то, это будем делать, ну, достаточно известная марка, не такая дорогая, как там, да, скажем, там, какие-то Сваровские Никоны, там, там, Цейсы, там, и все остальное прочее, да, но достаточно хорошая по качеству, вот, соответственно, коллиматоры эти будут с 8 прицельными сетками, среди которых будут Т-образные, с 5 по вертикали, точками, разнесенных на разное расстояние, с увеличением к низу, плюс, там будут дополнительные, соответственно, сетки, которые позволят стрелять, именно с луками и арбалетами, для каких-то треперных точек, которые различаются по высоте, с учетом траектории снижения боеприпаса, ну, они могут использоваться, в том числе, в общем-то, и для стрельбы с огнестрельным оружием, на большие дистанции, вот, поэтому, их можно будет использовать, там, вот, с чем угодно, да, в том числе, и для определения бокового сноса, вот, и для определения каких-то секторов огня, там, да, в том числе, для любителей, там, каких-то спортивных игр, там будет сетка биохазард, где, там, соответственно, вот, с этими значками биологической опасности, да, визиры сделаны, ну, они, в общем-то, сделаны для арчери пейнтбола, прежде всего. Андрей Шалыгин, National Explorer, универсальность наших прицельных систем, позволяет их использовать на огнестрельном, нарезном, гладкоствольном охотничьем, метательном оружии, включая луки и арбалеты, на единой монтажной площадке, для которых мы, в общем-то, обеспечим оптимальные по цене приборы, вот, которые позволяют решать весь круг поставленных задач.